добрый вечер дорогие друзья на этой неделе я вам приглашаю вас поехать в хайленд в шотландию на винокурню динстон узнать что такое винокурня динстон попробовать их виски винокурня динстон находится в 8 милях от города стерлинг на берегу реки тейт винокурня динстон входит в distal группы limited в эту же группу входят такие известнейшие виски как бунахавен и табер море свою очередь табер море разделяется на два вида виски этот табер море не дымный и летчик дымный виски ну и динстон вот третья винокурня входящий в эту группу что меня сподвигло исследовать эту винокурню меня сподвиг виски я часто в комментариях пишу что виски которые вы дегустируете который вы первый он вас должен сподвигнуть еще исследовать купить новый виски и вот динстона 10 лет в бочках из-под бордо который я купил как воспоминание бордо потому что мне ну вот я был в бордо и мне понравилось там такой очень красивый музей вина там автоматически поднимающиеся мосты ну и там вкусное вино друзья тоже и вот я купил это бутылочку 10 лет бордо мы ее дегустировали если не ошибаюсь в августе и в августе это очень пряной виски и он для лета он тяжеловат а вот когда наступили холода это идеальный виски в холодную погоду он тебя согревает он заставляет задуматься в общем идеальный виски и вот когда наступили холода я выпил бокальчик динстона и подумал а я хочу исследовать эту винокурню и друзья я докупил себе еще два вида виски и если это будет успешно я докуплю еще два вида у нас есть еще более дешевый ценовой сегмент этого динстона и я значит дешевый это сейчас у нас самый дорогой который продается и так чем интересно чем уникальна винокурня динстон винокурня динстон находится в бывшем здании хлопчатобумажной фабрики она открылась 1966 году самое интересное что все спирты винокурни динстон изготавливаются вручную своими мастерами которые полагаются только на традиционную дистилляцию не используют компьютеров также у винокурни динстон имеется 11 тонны чан с открытым верхом это единственный чан в во всей шотландии у винокурни есть четыре перегонных куба с какими-то наклонными вверх рукавами которые вот по это я на википедии вычитал которые дают легкий и вкус и аромат виски ну будем пробовать будем подтверждать или опровергать эту теорию весь виски производится 46 и 3 градуса еще с двухтысячного года винокурня динстон одна из самых первых шотландии начала производить органические виски меня это тоже очень зацепило и я начал искать и вот я нашел 15 лет органик виски вот тут я не знаю будет вам видно нет если вот тут не видно то вот здесь точно должно быть видно органик виски написан я этот виски честно скажу я его долго искал но я нашел я молодец мы продегустируем я вам расскажу если в какое-то отличие что такое органик виски это виски у которого ячмень выращен на полях без пестицидов без химикатов и вот это вот органик виски означает мне очень интересно попробовать понять он лучше хуже чем простого или он никакой разницы нету друзья сейчас я вам а что еще хочу вам рассказать это что виски 18 лет динстон признана таким известнейшим сайтом лучше вам буду бутылку показывать таким известнейшим сайтом как the whiskey exchange точка ком это сайт который продает множество виски он признан лучшим виски в декабре 2021 года они назвали виски динстон 18 лет виски 2022 года то есть они сказали что из всех видов виски которые у них они дегустировали именно 18-летний динстон они признают виски 2022 года продегустируем узнаем может это действительно будет и мой выбор теперь я вам расскажу про каждый виски по отдельности друзья что еще не сказал что это единственная винокурня в шотландии который вырабатывает собственное электричество благодаря тому что она стоит на берегу реки также это винокурня все виски точнее этой винокурни не фильтруются и имеют натуральный цвет и так теперь по каждому виски отдельно мы с вами дегустировали уже но виски динстон 10 лет который выдерживался в бочках из-под бурбона и в бочках из-под красного вина бордо региона бордо это видео вы можете дегустации посмотреть вот здесь вот так же динстон 15 лет органик виски который мне очень интересен он выдерживался в бочке из-под американская бочка чаще всего это является бочкой из-под бурбона и виски 18 лет который признан лучшим виски 2022 года версии известки exchange точка ком это виски который выдерживался в первые в бочках первой заливки first fill и бурбон каск друзья я буду буду очень надеяться что это будет очень интересное путешествие которое мы с вами отправимся все виски мы потом с кем-то посравниваем 18-летний виски у нас точно будет сравниваться с томатином 18 лет победителем у гленморанжа 18 лет а виски органик я даже не знаю возможно мы его с стаментаулом 16 лет сравним возможно еще кого-то ему найдем соперники ну а виски бордо сравнился с гленалахи это видео вы тоже можете посмотреть вот здесь вот друзья хорошего вечера ставьте лайки оставляйте комментарии если вы дегустирует любой из этих виски напишите свой комментарий мне будет интересно узнать до новых встреч м виски м м м м м м м м м